Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает программа де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Лед еще едва схватил водную гладь, а рыбакам не терпится открыть сезон. Однако такая поспешность уже привела к трагедии. Инцидент произошел на небольшом карьере недалеко от деревни Белец и Рогачевского района. Во время зимнего лова провалился под лед местный житель. Через плечо на утонувшем был надет тяжелый рыбацкий ящик. Местом еще одной трагедии стал закрытый искусственный водоем в Мозырьском районе. На него проникли двое подростков. Один из ребят решил опробовать прочность льда. Прошел около 10 метров и провалился. С его провала под лед прошло около 40 минут, поэтому ребенка не удалось спасти. МЧС и освод призывают не выходить на тонкий лед, а также не оставлять детей без присмотра. А на Припяти лед стал причиной срыва понтонной переправы в районе деревни Черниче в Житковичском районе. Из-за высокой интенсивности шуга худа не выдержали крепления. Пока перебраться можно с помощью спасателей, они дежурят здесь в круглосуточном режиме. Спасателями осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. Население близлежащих районов оповещено посредством ФМ-перехвата и СМС о временном закрытии переправы. К данному часу перевезено более полутысячи человек. Кроме людей доставлено и свыше полтонны груза. Предвыходные и выходные дни оказались насыщенными и для ГАИ. За это время на дорогах региона произошло 53 ДТП, в которых три человека получили телесные повреждения и один погиб. Местом трагедии стал 288-й километр автодороги М5 Минц-Гомель. Под колеса грузовика попал пешеход. Мужчина стоял на проезжей части прямо по центру полосы. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Гомеле на Речицком проспекте. На пересечении с улицы Жукова на транспортное средство набежал 58-летний пешеход. Пешеходу причинены телесные повреждения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин